А в Паладарской области пытаются трудоустроить тех, кто не платит алименты собственным детям. Для должников организовали ярмарку вакансий. Так местные власти и прокуратура помогают им найти работу, чтобы затем взыскивать накопившиеся суммы. В отношении злостных неплательщиков прокуроры стали применять жесткие меры. В городе Аксу проживает почти 300 должников, которые не пытаются найти работу и уклоняются от выплаты алиментов. Но есть и безработные, кто не может выполнить алиментные обязательства. Им социальные службы помогают трудоустроиться. Задолженность, естественно, копится, потому что работа неофициальная. Мы отчисляем официальность. И мне нужна, естественно, официальная работа, чтобы не копились долги. На ярмарке предложили 150 свободных вакансий. Алексей Щербаков, к сожалению, ничего себе не нашел. Ему сложно устроиться на работу по состоянию здоровья. Но ответственности за долги по алиментам мужчина себя не снимает. Ну, 1400-1500. Получается, с января не плачу почти год. У меня дочь, 6 лет, первый класс, ходит. Ну, я ей помогаю по возможности, да? Ну, опять же, это же несерьезно. В рамках месячника по взысканию алиментов прокуратура взялась за нерадивых родителей основательно. 23 должника уже привлечены к административной ответственности. 16 из них арестованы на 5 суток. Дело доходит даже до лишения прав на управление автомобилем. В надзорном ведомстве обещают, на этот раз злостные неплательщики будут наказаны. У нами составлены списки проблемных должников. Проверяются факты отчуждения имущества. В случае подтверждения по ним будут приняты иски о признании таких сделок недействительных. Злостные неплательщики алиментов могут быть привлечены к административной, либо уголовной ответственности. Сейчас в суде на рассмотрении находятся больше полусотни представлений по взысканию долгов с алиментчиков. Ербулапиш, Арманий, Кубов, Алексей Миницкий, Паладарская область, Хабар, 24.